Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И мы занимаемся уже один год Уже целый год? Да, целый год А как так получилось? Вот он сам сказал, хочу заниматься хоккеем Или все-таки ваша инициатива была? Нет, он сказал сам Это его собственное желание И большая любовь к хоккею И вообще к Борису В команде Борису Он знает всех игроков Ничего себе И всех по номерам и по фамилиям И вот через эту любовь К игре, к хоккей Он сам захотел Я хочу на хоккей, я хочу на хоккей Здорово! А скажите Изменилось ли что-то в Асаналии за этот год? Может дисциплина у него повысилась? Или как-то он стал там серьезнее? Научился не сдаваться? То есть уже какие-то есть результаты? Да, конечно, есть результаты И в плане дисциплины Да, он знает, что если это тренировка Значит, это надо встать Хоть рано, хоть не рано Собраться Самостоятельности больше, наверное Ну да, и вот какой-то уверенности в себе Только поскольку это ребенок Все равно бывают такие моменты, когда Ну, чуть-чуть не выспался Или еще что-то такое Да, где-то, где-то вот Вот здесь важна просто и поддержка И, ну, вот этот вот настрой Там всякими разными разговорами Там просмотрами каких-то видео За завтраком, быстро-быстро Да, настраиваем на спортивный лад Да, нам нужный лад Да, это есть, конечно Не без этого Не могла не обратить внимания на замечательного игрока Это Ихсана Она единственная девочка в команде Причем играет очень круто Я прям смотрела, любовалась и радовалась Спасибо большое Мама Ихсаны И мы решили у нее, конечно, спросить Вот как так получилось, что Ихсана увлеклась хоккеем Она смотрела матчи, ей понравилось Или, может быть, ваш папа болельщик хоккея В тот год, когда мы вообще встали на коньки Проходил в Астане неделя звезд хоккея Олл Стар Ну, мы уже тогда катались на коньках Ага Потом, ну, как-то, хоккей женский узнали Все хорошо Как раз потом, где-то в январе, мы увидели Борис Афиша в инстаграме, что идет набор девочек И пошли Она как раз сказала, я хочу тоже быть хоккеисткой И все оттуда, все потом завертелось, закрутилось Ну, вообще нет Никак не принимали Даже отговаривали Может, не надо, давай на фигурную Любишь хоккей? Да А вот что тебе больше всего нравится в хоккее? Мне, например, мне нравится, когда мы в ворота там играем А на кого бы ты хотела быть похожа, когда вырастешь и станешь хоккеисткой? На Овечкина Да? На Овечкина? Круто! Как она себя чувствует среди мальчиков? Ну, вообще комфортно Я смотрю, она как не стесняется У нее еще сам характер видно, что такое Да, ну да Боевой, что ли После тренировки мы решили пригласить на чашечку кофе основателя хоккейной школы Хоккеиста, тренера Олжаса Олжас, вы знаете, вот честно скажу, сейчас посмотрела на тренировку Получила такой положительный заряд И поняла, почему вы с такой любовью относитесь к своему делу Работа с детьми, она такая, да? Да, я думаю, что, во-первых, это во благо детям, так скажем, благое дело Ну и, конечно, это любимое дело, и поэтому мы этим занимаемся Вот хотелось бы задать такие вопросы, которые, наверное, интересуют родителей Которые хотят отдать своих детей, не знают, с чего начать Вообще ребенок должен уметь кататься на коньках, прежде чем к вам прийти Или же вот прям можно просто прийти, отдать своего ребенка Делать из него хоккеиста Ну, для этого мы и есть Мы принимаем детей с трех лет Так скажем, у нас начальная подготовка с нуля идет Соответственно, мы же и ставим на коньки Также у нас идет подготовка к школе «Горус», к детской юношко-спортивной школе Насколько мы знаем, туда нужно прийти готовыми И, соответственно, наши ребята, многие уже приходят туда С каким-то уровнем подготовки Все наши воспитанники показывают там самый лучший результат Ну и продолжают у нас заниматься дополнительно Вы довольно-таки строгий тренер, да? По-другому, наверное, и не так На самом деле у нас кнутый пряник, так скажем Кнутый пряник В любом случае мы все любим детей Так скажем, с душой к ним относимся И поэтому мы хотим, чтобы у них был результат И сейчас, тем более, все дети разные И каждому нужен индивидуальный подход Когда приходят к вам, например, на пробные занятия На первые занятия Наверное, не у всех есть уже готовая экипировка Как вот в этом случае поступать? Что должно быть? Да, самое необходимое – это иметь защиту головы Защиту ног, рук и, соответственно, коньки И когда уже ребенок более-менее, так скажем, катается на льду Уже нужно, точнее, нужно приобретать полностью экипировку Для его безопасности Если всего этого нет, то на катке «Мега-арена» можно взять это на прокат То есть арендовать без проблем Если даже ничего не готово Ну, у меня все-таки, как у такого человека Я же не хоккеист, не профессионал Сразу возникает ассоциация с фильмом «Легенда» номер 17 Ты должен читать их мысли Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь Яркий персонаж, и, в принципе, яркая личность – это Тарасов Вы не такой тренер, который прям железной хваткой держит своих подопечных Нет, честно говоря, я, когда играл буквально два года назад хоккей профессионально Никогда не думал, что я стану тренером Не думали? Не думал И, может быть, даже и сейчас я с ребятами отношусь не как тренера, как хоккеист к хоккеисту И объясняю детям так же, как и мне объясняли в детстве Наблюдая со стороны, я видела, действительно, у вас такая энергетика И видно, что вы очень любите хоккей и любите тренировать детей Не знаю, было невооруженным глазом видно, какой вы хорошо тренили Спасибо Приятно было наблюдать за тренировкой Вы сами совсем в недавнем прошлом играли, были хоккеистом Причем с большим потенциалом, такой неплохой перспективой Почему вы решили ставить профессиональную карьеру и открыть имя школу для детей? Мне хватило достаточного желания продолжать заниматься профессионально В жизни есть вещи довольно-таки важнее всего этого А открытие пришло спонтанно Не знал, что все так сложится Не знал, что я буду тренером Тем более преподавать детей получилось так, спонтанно Ну, думаю, сейчас вы огромное вгласие получаете Да, я рад, что я занимаюсь любимым делом Продолжаю находиться в хоккее Каждый должен быть победителем, не обижаться Потому что проигравших никто не любит Почему нужно отдавать ребенка именно в вашу школу? Ну, на самом деле, это дело каждого Я лишь с уверенностью могу сказать, что каждый наш тренер работает во благо и с большим желанием Каждый из наших тренеров дипломированный специалист Который закончил государственное учебное заведение физкультуры и спорта Каждый имеет физкультурное образование За плечами стоит хоккейная карьера Хоккейная карьера довольно-таки неплохая Поэтому, опять же, тут каждый остался в хоккее и занимается своими делами Поэтому могу сказать, что наш тренерский состав очень сильный Дети в хороших руках, да? Кстати, вот насчет детей Как с ними нужно строить отношения? Что самое главное в тренерстве? В преподавании, скажем так? Как я не раз говорю, и говорю это часто Самое лучшее качество учителя – это любовь действительно к детям Самое главное, мне кажется, не обманывать Они все видят, они все в основном чувствуют И это все ощущается Викренность, да? Я думаю, да Ты должен быть за них авторитетом Их заинтересовывать всегда исключительно на личном примере Показывать им личный пример Они в тебя верят И ты должен этому соответствовать Я думаю, это большая ответственность, да? Когда такие столько детских глаз С восхищением, доверием смотрят Да, и ты этим заряжаешься Получаешь вот эту энергию И опять же все во благо детей А ужасно, к чему лично вы стремитесь на данный момент? Стремлюсь быть хорошим человеком Хорошим отцом и мужем Любящим Быть хорошим семьянином Делать больше благих дел Берег Бога Я считаю, что без любви Без семьи Без веры Бога смысла жизни нет Без веры Бога Без веры Бога Субтитры подогнал «Симон»